Будет вестись видеозапись нашей встречи, я надеюсь, что у нас технически всё получится, и потом запись появится на нашем YouTube-канале. Каков регламент? На всю встречу у нас полтора часа. Сначала я предоставлю слово приглашенным экспертам. До десяти минут попрошу высказаться о том, поделиться вашими мыслями о театре во время пандемии, о театре после пандемии, о том, как мы, театральные деятели, вообще справляемся с этим. Вижу, Андрея очень рада. И потом мы перейдём в формат свободной беседы. Я приглашаю вас писать ваши вопросы в групповом чате. Если вы поставите знак «плюс» в чате, то я, как организатор этой конференции, могу вам включить звук и видео, чтобы вы могли более активно включаться в эту беседу. Так, и сегодня я... Сегодня мы приглашаем как экспертов, хотя я вижу, что здесь собрались люди, которые все эксперты в театре, но для начала я просто предоставлю слово своей коллеге Оксане Гайко, создательнице свободного театра «Крылый холопа», театральный режиссёр, актриса. И предоставляю тебе слово для начала. Может быть, почему тебе? Потому что, может быть, ты что-то добавишь от КХ, что важно сказать, а я могла забыть. Включаю тебе звук и пожалуйста. Добрый вечер всем. Я рада, что и Андрей уже здесь, и Денис, привет. Оля и Оксана. В общем, здесь большей частью собрались профессионалы, так что я думаю, что тот формат, который мы задали, разговоров, именно и будет как разговором, в котором мы все примем участие, так или иначе. Потому что я думаю, что всем есть что сказать, тем более люди, которые собрались, они представляют очень разные театры. И кто-то есть из государственного театра здесь, из независимых маленьких групп. Есть Андрей Москвин, который, я думаю, что может много сказать, например, о фестивалях, либо что там происходит, либо ещё вот вообще из-за границы может быть взгляд. Вот. И я очень рада, что с нами Эмма сегодня, которая переводит на русский жестовый язык нашу встречу, и что, возможно, будет подключить вообще, подключить к нашей беседе людей с ограничениями по слуху. Да, Света сказала, что потом это будет выложено онлайн, можно будет позже посмотреть. Потому что, ну, мне кажется, что все мы терпим какие-то ограничения сегодня, а люди, у которых они и так есть, они находятся вдвойне в такой слабой позиции, в этой ситуации, в которой все мы оказались. Стало быть, ну, я хочу просто так, немножко пунктиром наметить такие тенденции, что касаемо театра во времена вот пандемии, во времена коронавируса, в котором мы сейчас все живём. Что я заметила, что, наверное, не только я заметила, и вы тоже, значит, все мы находимся на карантине. Ну, то есть, нет, не все. В Беларуси, я не знаю, плохо, хорошо, но все в Беларуси, вроде как, свободны. Мы самоизолируемся, но, тем не менее, мы можем выходить, мы можем ходить, мы можем даже, в принципе, на репетиции, наверное, ходить. Вот, тем не менее, весь мир сидит на карантине, театры тоже сидят на карантине. И ситуация такова, что государственным театрам ещё получше, я думаю, что тут с господдержкой они выживут, а вот небольшие театры, негосударственные, без такой поддержки, возможно, многие просто, ну, не перенесут вот этот карантин, эту пандемию, и, вероятно, какие-то группы просто исчезнут, к сожалению. Фестивали, да, отменяются, и уже начали отменяться фестивали, которые намечены на сентябрь, то есть уже. И речь идёт о том, что второй виток, второй виток пандемии ожидает нас осенью, зимой, и, то есть, никто, никто сегодня не может сказать вообще, что нас ждёт, и когда театр заработает в том режиме, в котором, ну, он всегда работал. Вот. Что, так как бы, очертив ситуацию, что я вижу, что я вижу ещё, что происходит сегодня и сейчас? Такая, когда все, в общем-то, переместились в интернет, переместились в Zoom, как мы сегодня, ещё в другие платформы, в Телеграмы, куда угодно, и театр, собственно, тоже, потому что, в общем-то, актёры, режиссёры в тапочках просто сидеть дома не желают, и мы видим массу контента в интернете, о котором я об этом чуть-чуть позже скажу ещё. Такая тенденция, которая, она интересная, она мне нравится, и это не только в плане театра я её вижу, то, что все стали равны. То есть, когда-то я читала, Ульрих Бек писал, уже как эта работа называется, может быть, позже вспомню. Он писал, это после Чернобыльской аварии, что все стали равны, и теперь, например, если раньше богатство делало границу между человеком, который им обладает и бедностью, допустим, между какими-то там невзгодами, чем-то, то после Чернобыльской аварии все стали равны перед лицом заражения. Вот, когда угроза разлита в воздухе, то, в общем, перед ней все равны, и не спасает уже ни твой статус, ни твоё положение, ни деньги. И мне кажется, что сегодня всё это как-то, в общем, выглядит похоже на то, как говорил Бек, правда? Что все сидят дома, богатые, бедные, статусные люди. В общем-то, все оказались в ситуации, когда все под угрозой. Это с одной стороны, да, вот такое равенство с другой. Потом, например, уже если переходить к театру, огромное количество спектаклей, огромное количество театрального контента сейчас вылилось в интернет. Мы все стали счастливыми зрителями лучших спектаклей. Мы можем смотреть, что показывает Шаубюне в Берлине, да. Мы можем смотреть, что показывает Комедии Францесс, что показывают российские театры, что показывает, я не знаю, там, в Варшаве театры и так далее. То есть, и это такое тоже равенство. Нам не нужно теперь, да, вот обладать деньгами вот в этот период, чтобы поехать. Не многие привилегированные могут это, да, поехать, там, не знаю, в Варшаву, в Берлин, в Авеньон, в Эдинбург, чтобы увидеть это. А сегодня мы все, в общем-то, обладая интернетом, можем быть вот этими зрителями. И вот это равенство такое, да, оно мне, конечно, нравится. Кто-то критикует происходящее из профессионалов, говоря, что это вовсе не театр, это, что театр — это энергия, что человек должен приходить в зал, обмениваться энергией с актерами и так далее. Но мне, не знаю, мне нравится, и я знаю, что пираты очень активно сейчас действуют, выкачивая весь этот контент, располагая его на разных порталах, и мы в итоге останемся с огромной сокровищницей вот этих вот театральных сокровищ после всего. Что еще? Театр, да, театр — это такое самое контактное, наверное, из искусств. Можно сидеть дома писать книгу, можно сидеть писать полотно, творить там какое-то искусство еще, писать стихи. А вот театр, который всегда жил живым контактом, тут, конечно, это терпит большие вызовы. И я вчера слушала беседу главного редактора журнала «Театр Российского» и режиссера Андрея Могучева, которые как-то так очень прискорбно звучали, некоторые тезисы от них, что вообще все похоже сейчас на какие-то поминки по тому старому театру, который был. То есть даже вот это вот весь огромное количество вот этих спектаклей, вот этих прекрасных шедевральных спектаклей, оно как будто на поминках присутствуешь, вот это все смотришь, и что завтра, когда все закончится, театр уже не будет прежним, каким будет, никто не знает. Ну вот пахнет это все, пахнет это все как-то поминально немножко, как будто вот это уже все осталось за воротами вот этой нашей новой завтрашней жизни. То есть вот есть такое мнение, не знаю, что тут сказать, может быть, у вас что-то по этому поводу найдется. Ну и еще одно, что еще, да, я уже сказала, что актеры не хотят сидеть в тапочках просто и отдыхать, и, например, там в шуфлятку писать идеи, и режиссеры очень активно выходят в онлайн, и творят, тут творится просто невообразимое. Я, например, изучила фестиваль «Точка доступа» в Петербурге такой есть, которая открыла спонтанную программу так называемую, где все, кто хочет, предлагают свой контент театральный. И чего там только нет, спектакли в Фейсбуке, там для одного человека, для массы, какие-то вечеринки, там просто... Можно лежать в постели, например, выполнять рекомендации, которые тебе присылают, и это уже спектакли. Так, Санна, я просто... Потому что я слежу за регламентом, заявленным, и как-то, да, по времени... Тогда я буду идти к концу, да, и далеко... Это все очень интересно, и далеко, конечно же, ничто из вот этих вот новых форм театральных удачно, тем не менее удачные формы есть, и я сама вот думаю об этом всем, и как-то об этом переходе, и такая двоякая позиция вообще вот придерживаться, своего ждать, когда мы встретимся лицом к лицу, там, с актерами моей актерской студии, либо вот срочно вот сейчас все бросать и сочинять что-то, что выйдет онлайн, будет доступно, прям завтра можно показывать. Вот это такая сейчас моя... такое сомнение, такой вызов, в котором я живу. В сомнении и в вызове, да, спасибо тебе большое, Оксана, за первый, назову так, вводный монолог, да. И дальше я бы хотела слово предоставить Денису Федорову, режиссеру Брестского государственного академического театра драмы, а также руководителя интенсив-курса в Бресте «Открой в себе актера». Денис, пожалуйста, про свои мысли, ощущения театра во время пандемии. Да, ну здравствуйте всем, с кем еще не здоровался. Меня слышно, да? Да, прекрасно слышно. Хорошо. Друзья, ну что, видите, у меня как бы такая история, что я могу наблюдать и с государственной точки зрения, да, так как работаю в гостеатре, и независимо у меня есть проект «Интенсив-курс». Вот, там я тоже с учениками работаю, занимаюсь театральными постановками. И, ну что я могу сказать, государственный театр как бы не готов оказался к этой всей ситуации, как и все мы. Вот, мы ушли в отпуск сначала, чтобы вроде бы как переждать. Но сейчас мы с отпуска вышли. Вот, мы начали репетировать. Мы сейчас репетируем пьесу «Тихий шорох уходящих шагов» Дмитрия Богославского. Вот, ну а куда это, что будет, когда премьера? Ну, мы планируем как бы сдачу сделать, а дальше немножко все замораживается, и, наверное, там уже будем до следующего сезона смотреть. Вот, в своем независимом проекте с учениками я как бы приостановил вообще занятия, то есть мы это все заморозили. Мы пробовали в Ютубе работать, ну, то есть, да, онлайн. Это может быть, но я считаю, что мое мнение, что немножко другие формы. Тогда надо переходить, как бы, искать, заниматься тем же, чем я занимался. То есть, да, через онлайн это сложно, и тогда надо действительно как-то переосмысливать, искать какую-то новую форму, и, да, это такое тоже немножко по-другому. То, что мне кажется, что театр должен туда уходить, мне кажется, нет. С одной стороны, хорошо, что ситуация возникла, она как бы простимулировала, конечно же, осваивание этих технологий, которым не занимался, да, театр, там, не весь театр, да, государственные в частности. Ну, конечно, это выявило много, ну, много всяких нюансов о том, что действительно не готовы оказались, и что-то не очень получается, что-то очень коряво, что-то очень отстает от мира интернета, да, и когда там государственные театры иногда входят туда, это немножко так смотрится на пространстве интернета, так немножко, как вчерашний день, да, или что-то такое начало 90-х, да, когда они там это все осваивают. Вот, поэтому, ну, мне кажется, когда это все-таки пройдет, мне кажется, будет к настоящему театру оффлайн еще больше интерес, народ очень соскучится, и, да, и залы будут забиты, и будут востребованы все, так скажем, все мероприятия различные, народ просто очень соскучится, потому что вот даже мы там в отпуске посидели, все очень, да, соскучились по простому даже человеческому общению, а вот это, так скажем, ну, мероприятие, да, театр, мне кажется, будет очень востребован. И, ну, и дело в том, что опять же, вот сейчас говорят, надо уходить в онлайн, я там много слышу, но, ну, это разные будут виды, понимаете, это, я считаю, это как спорт и киберспорт, это совершенно разно, надо и тем заниматься, и тем заниматься, но тем, и тем надо заниматься профессионально, или одним, либо вторым, а так вот, что будет там, да, к примеру, там какой-то театр такой, он будет и в интернете здесь, но это надо делать очень хорошо, и это разные, если это делать на уровне, то это разные вещи, вот, но, конечно же, осваивать какие-то, вот, формы, конечно, надо, и присутствовать как-то не только во время пандемии в сети, как-то делать какие-то мероприятия какие-то, не знаю, что-то делать, что-то выкладывать и как-то общаться в том числе через сеть со зрителем, со своим, конечно же, надо, но, мне кажется, это разные сферы, полностью он про уход, вообще не идет. Георгий. Ну, как будет так, если. Кратко тезисно. В Германии такой мультимедиальный проект в опере, это опера была. Да. Так. Света, ну вот если это так вот тезисно, я высказался. Да, спасибо. Спасибо. Оставайся с нами, я просто сейчас буду слово передавать Андрею. Андрей, здравствуйте. Я должен включить микрофон. Вас слышно, вас слышно. Нет, включите. Да. Андрей, вы наоборот выключили сейчас микрофон, я думаю. Да, сейчас выключили микрофон. Вот сейчас включим. Включите, вас было слышно до этого. А теперь слышно меня, да? Да, вас слышно. Прекрасно. Итак, я вас сейчас представлю. С нами Андрей Москвин, доктор филологических наук, доцент Варшавского университета, член кафедры межкультурных исследований Центрально-Восточной Европы. Так, является автором многочисленных фабрикаций по искусству, театру и кино. Вот. И вам слово. Скажите, что думаете. Спасибо. Да, что я думаю. Я, вот уже начали мы с Олей здесь переписываться. Часто, да, я вижу. Мне кажется, что когда-то, как только все началось, такой союз театральных международных критиков в Польше попросил меня ответить на эти два вопроса. Изменится ли театр? Если да, то как это будет и как он изменится? Конечно. И вот прошло уже столько времени, как бы я сейчас нахожусь как бы в силе обстоятельств Вене, застрял, не могу вернуться домой. Вот. И здесь уже начала жизнь, люди уже ходят, как бы людей даже много открывается сегодня уже. Даже какие-то кафе маленькие. И несмотря на то, что прошло почти два месяца, мне кажется, вот, в моем как бы мнении не изменилось, что театр каким-то образом сильно кардинально изменится. Потому что то, что мы сейчас видим в интернете, это все постановки видео, сделанные какими-то или устаревшими техниками, или даже, может быть, и очень новыми, такими сверх-сверхмодными. Но театр интернета, театр мультимедиальности, это что-то другое совершенно. И вот, когда Оля написала, вот как это повлияет, я вспомнил, в принципе, из всего, что я видел, только одну постановку, оперную, в Германии, которая сделана исключительно как мультимедиальная постановка. Вот. То есть актеры, оперные голоса, когда актеры присутствуют, но мы видим только часть их тела, потому что все пространство сцены, это была видеоинсталляция. И в сцене были безумно красивая картинка поля, леса и так далее. Это была опера «Яначка», как можно представить, как бы такой сюжет в лесу, поэтому были очень хорошие возможности. Певцы появлялись только в окошке. Была видна рука, голова, нога, ну вот как части тела. И вот такая была опера, она небольшая, где-то было час-двадцать. Завораживающее действие, но это сделано специально, непосредственно вот совершенно такой новой технологией, которой в опере, но и в театре я никогда не видел так, чтобы именно как спектакль от начала до конца. И когда вы задали вот эти вопросы, я вспомнил, вот такой театр телевидения был популярен как бы и в давние часы, в советские времена. Когда я приехал в Польшу, значит, по понедельникам каждый или каждый второй понедельник были показаны спектакли театра телевидения. То есть это совершенно другое, как бы это такие простая технология, простые средства, такой дешевый, бедный театр, но с потрясающими хорошими актерами. То есть это другая технология, другой способ мышления. И я думаю, что вот в этом направлении, вы сегодня мне сказали, что сегодня вечером в Когольцентре показывают спектакль, именно сделаны, как я понимаю, сейчас, или как бы трансформированы из традиционного спектакля с помощью каких-то технологий на мультимедиальный проект. Вот мне кажется, вот сегодня вечером, мне кажется, это нужно посмотреть, что это такое и как это делается. И я думаю, что это огромные возможности, эта пандемия для людей, которые хорошо, как бы, с техникой на «ты», вот, как бы, а не то, что я не могу подключиться 20 минут, вот, и понимают, что с этим нужно делать, как это можно испортить. Так что я тут, как бы, думаю, в этом смысле будут огромные, как бы, преимущества для людей, которые работают на, как бы, на стыке рельсуры мультимедиальности, интернета, каких-то новых технологий. И очень жду каких-то новых, вот, действительно, потрясений. Не знаю, что это будет, спектакли, какие-то перформансы, какие формы. Наверное, появятся, как бы, совершенно новые формы, где, наверное, текст может быть, может быть, его не быть. Где будет только исключительно, да, создается некая, как бы, информация, подается, без текста даже, может быть, да. Вот. Ну, вот, наверное, вот это главное, что, как бы, вот это главный месседж, который я хочу, если у вас есть вопросы еще. Просто не хочу повторяться, как бы, то, что сказала. Да, спасибо большое, Андрей. Да. А, я сама себя выключила. Я просто хочу немножко, да, добавить, о чем не успела сказать, по поводу вот этих вот постановок онлайн, именно не трансляций спектаклей, а именно вот этого контента, этих Zoom, спектаклей, YouTube, вот этих вот, вот этих различных вот веерой, этих форм причудливых, которые мы сейчас видим, одна из их, одно из их основных качеств, это опять вот такие равенства, о котором я говорила. Зритель получается там таким сотворцом, как бы очень, ну, на него возлагается очень большая доля участия. Это вот интересно тоже. Допустим, вот одна из, ну, я ее не видела, но ее очень хвалят. Завтра это будет постановка, доступна вечером в 8 часов. Называется «I don't want to see this». Создали израильские, израильские деятели. Это был офлайн вполне себе обычный. Основан он на конфиденциальной обучающей презентации компании Facebook. Была утечка информации в 2017 году, вот это из Facebook, о том, как модераторы модерируют контент. Вот это вот то, что убираются голые фотографии и так далее. Это был скандал большой. И на его основе эти израильские режиссеры сделали спектакль. А российские, российская компания «Импресарио», по-моему, называется, она трансформировала это все для русской аудитории. И вот вам можно, вот мы, каждый из нас может туда войти и быть модератором контента. То есть представить себя модератором Facebook. И то есть вот это вот будет спектакль. То есть он, правда, за деньги завтра, к сожалению, что там 600 российских рублей. Ну, это спектакль, да. Да, я хотела подчеркнуть, именно очень много как бы возлагается на самого зрителя, на аудиторию, на тех людей, которые приходят на этот спектакль. Спасибо, Оксана. Я вижу, тут начинается активность в чате. Может быть, кто-то из присутствующих хотел бы высказаться вообще совсем против, у кого накипело там до трех минут. Я бы могла предоставить слово и, да, кому тоже что-то болит про театр, и мои книги, пожалуйста, и тогда я смогу включить. Я только, можно, да? Да, можно, Андрей, пожалуйста. Но только одну мысль хочу сказать, что, конечно, я начал, когда все это появилось, я много смотрел, но потом тоже устал и уже сейчас только оперу могу смотреть, Метрополитенопера. Конечно, это, конечно, гениально, когда ты смотришь или целиком, или фрагменты Метрополитенопера, и кажется, что ты уже как бы, уже там сидишь, как бы уже сроднился со всеми. Это уникальная вообще ситуация. Вот, но, как мне кажется, что это все как бы очень хорошо для познавательных целей, да, и поэтому это только показывает о том, что все, что мы делаем, нужно фиксировать. Я сейчас был на стипенде в Словакии, и очень иногда какие-то спектакли не могу найти, их уже нет, или они плохо записаны. Но вот эта ситуация, эта проблема сегодня пандемии показывает, что мы должны создать специальные отделы по фиксации, по съемкам, очень хорошего качества, всех спектаклей, желательно в хорошем ракурсе, как бы с тремя камерами и так далее, как это вообще. И мне кажется, это единственная вещь, которую нужно делать обязательно, потому что для историков театра, для просто для людей, для того, которые, ведь на это были затрачены же когда-то деньги, была премьера, были какие-то костюмы шиты, да, это для, и для того, чтобы показывать регулярно время, или там время от времени, такие вещи, вот это, мне кажется, это очень принципиально важно, что после, как только все закончится, нужно это все делать, создавать такие богатые, большие архивы театральных постановок. Спасибо, Андрей, я напомню, да, я видела плюс в чате перед тем, как, Оля, передать слово тебе, я бы хотела напомнить, что нас переводит Эмма, и поэтому темп речи, пожалуйста, медленнее, слова, да, и прошу об этом помнить. А теперь, Оля, буквально 3-5 минут, вот, пожалуйста. Да, я просто подумала, если сравнить, например, с сферой образования, нам пришлось тоже в онлайн перейти, и когда мы опрашиваем студенток и студентов, что дальше делать, как им онлайн, то наряду с, ну, такими проблемными, критическими оценками, потому что мы не были готовы, и понятно, что все делали там как-то криво, да, и оказалось, что на самом деле средства все не очень развитые, которые, с помощью которых мы должны преподавать, да, это очень интересное открытие, то есть мы думали, что все эти платформы для онлайн-преподавания гораздо лучше, а не хуже, вот, и я, один из выводов вот наших по общению со студентами, что нужно просто в оффлайне больше онлайна. Студенты наши делают вывод, что какие-то курсы может быть в онлайне лучше вообще проводить, а какие-то не приспособлены к онлайну вообще. Ну и у меня в этом, в этой связи возникает и к театру вопрос, да, и когда я думаю про эти онлайн-элементы, я вспоминаю спектакль «Чернобыль», в котором есть, присутствуют, да, вот эти вот дискуссии, которые люди проводили где-то там в чатах по поводу Чернобыля, потом тут же запись людей, которые начинают включаться, да, в зрителей, это тоже транслируется, то есть, и вот мой вопрос скорее был о том, насколько вот эта наша новая ситуация принуждает нас в хорошем смысле вот лучшие технологические онлайн-штуки интегрировать в оффлайн. И может быть для каких-то театральных постановок это не годится, да, а какие-то это усилит, и нужно открывать новые, и что-то нужно совершенствовать. Ну вот Андрей уже сказал, что стало понятно, нужно спектакли больше записывать, да, чтобы у людей действительно был доступ всегда, да. Но у меня вот вопрос, насколько вот эти вот… возник запрос, да, на онлайн-технологии, которые бы интегрировались в оффлайн, по аналогии с образованием, где такой запрос возник. Возможно ли в театре такие технологии, да? То есть ты, Оля, ты спрашиваешь просто, ну, если театр вернётся всё-таки в зал, да, а внедрение каких-то инструментов, ну, чего-то нового. Не знаю, для меня этот вопрос не очень стоит, потому что театр и так использовал столько, достаточно, как эти Митчелл посмотреть, да, или ещё что-то, то есть этого вроде бы хватало. Я не знаю, у меня скорее вопрос стоит вообще об этом, то есть получается о перформативности, да, что, как бы, может быть, вообще расширяется, расширяется понятие, что такое театр. Это как вчера, опять-таки, да, я смотрела эту дискуссию, вспоминали Риме не протокол, да, где тебя сажают, там, не знаю, ты смотришь на город просто, а тебе говорят, это театр, вот, ну, в принципе, как в Брест Турис Гайд у нас в проекте про Холокост, то есть мы выводим человека во дворы, на улицы и предлагаем посмотреть на это как на театр, как на площадку, то есть это тоже такое, как бы, расширение, и сейчас мне тоже, кажется, да, происходит вот какой-то речь не о том, чтобы впихнуть в коробку, в зал, да, новые технологии, а какое-то расширение вот этих вот перформативности, скажем так, или то, что можно считать перформативностью? Возможно, в этом вопрос сейчас. Да, спасибо. Когда, ну, для меня вот, как для актрисы, которая работает и с телом, и с голосом, это очень, ну, не знаю, травматично, если честно, ну, когда я вот вот как-то должна сталкиваться и переходить через все эти технологии, осваивать и еще в этом во всем творить, я организую мероприятие, мне кажется, вот-вот оно сейчас может из-за интернета, я не знаю, из-за проводов сломаться как-то, пойти не в ту сторону. А что же делать, вот если, да, махина какая-то, так? Так, белорусский зритель консервативен, в принципе, пишет Андрей, да, и то, что происходит сейчас, может его изменить, провоцировать в хорошем смысле этого слова. Да, да, вполне может быть, то есть мы уже поставлены в такие условия, когда мы берем и видим все то, что происходит во всем мире, да, и я слежу за телеграм-каналом такого культурного хулигана, культурного террориста Виктора Виллисова, такой российский есть, молодой человек, он достаточно молодой, на удивление, и если кратко и тезисно, то один из его постов говорит, что все, смерть консервативному и классическому театру. Согласны ли вы с этим? Ну, кто, кто готов? Кто готов, может что-то прокомментировать или... Ну, могу, если все молчат. Ну, Виллисов вообще, Виллисов прекрасен, конечно, и желает смерти самым махровым, знаешь, таким театрам, с его точки зрения, ну, их туда и давно надо, вот. Да, Оля задает вопрос, да, а что содержательно вот с реакцией на пандемию в театре? Денис немного сказал о том, какие меры были приняты в гостеатре, да, было... были отправлены в отпуск, да, какие-то приостановленные проекты, какие-то репетиции идут, да, а вот как, как еще театры реагируют на происходящее? Понимаю этого. Разные другие театры. Я здесь вижу представителей разных театральных групп, может быть, маякните, поставьте плюсик, и тогда мы включим вам звук и видео, вы сможете включиться в беседу. Не стесняйтесь, у нас не так много времени осталось. Да, включайтесь, у нас Леша Стрельников, я вижу здесь, Оксана, Настя Дядящева, люди, Валя есть где-то, да, я не вижу, да. Включайтесь, пожалуйста. Таня Артемович выбыла, неожиданно буквально... Я скажу пока, пока никого нет, два слова не было. Да, можно сказать два слова пока, еще никого нет. А представьтесь, пожалуйста, скажите, кто вы, мы вас не узнаем. Ага, я немножко попутала. Так, а кто хотел бы сказать? Я, я, я. А вы, Андрей, говорите. Нет, я хотел бы сказать, что как бы мы, нужно всегда помнить, что, ну, как бы все это понимают, как бы такие, как бы, треугольные вещи, что театр, это как бы с одной стороны как, и с другой стороны что. Вот это для меня гармония что и как всегда является очень важной, чтобы, чтобы за какими-то новыми технологиями, новыми какими-то способами, средствами не потерять, как бы вот этот тот месседж, который, который важен всегда. Вот, как я понимаю, поскольку я занимаюсь драматургией, то для меня, конечно, текст всегда очень важен. И тоже есть опасность того, чтобы эти новые средства как бы не способствовали тому, что считано какой-то какой-то очень глубокий, часто какой-то смысл, важный смысл, который содержится в этих пьесах. Поэтому тут всегда нужно об этом помнить, что как бы технология это одно, а то, что мы хотим сказать, это тоже нужно как бы это помнить. А учитывая то, что белорусские зрители, как бы я все время, поскольку мы Беларуси, говорим сейчас в Бресте, то белорусские зрители, конечно, очень консервативные, ну и вообще как бы восточнославянские зрители. Слово для него является все-таки как бы главным, доминирующим. Вот, поэтому я думаю, что у большинства все-таки будет всегда интерес больше к слову, чем к каким-то экспериментам, связанным с какими-то технологиями. Так мне кажется. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Андрей. Ну вот давайте я... Не слышно? Так, Денис, да. Сейчас просто... Смотрите, дело в том, что две секунды я сделала Константина себе помощником, и я его прошу сделать организатором, чтобы я могла следить. Итак, я всех теперь выключаю, кроме Дениса. Ну, я вот тоже, я хотел продолжить, что, конечно, это все прекрасно, но и то, что мы смотрим новые спектакли какие-то и новые формы онлайн, но мне кажется, это по многому уже зритель, который был в театре, это какие-то фанаты театра, большие любители, либо это профессионалы. Такой широкий зритель навряд ли приходит на какие-то вот эти проекты, вот. И пока технологии не так разные, чтобы мы могли конкурировать с какими-нибудь там YouTube-каналами, грубо говоря, миллионниками, да. Я сомневаюсь, что какой-то спектакль сейчас есть, который посмотрел там миллион зрителей, да, к примеру. Вот, и когда есть такие там блогеры и все остальные, вот. Поэтому здесь еще большой-большой вопрос, как бы, выдержит ли театр такую конкуренцию и, да, и, во-первых, надо ли действительно, и какие формы нужны. Это, наверное, какая-то будет отдельная, я думаю, что ведь. Какие-то вопросы, конечно же, мне кажется, они могут обсуждаться пока конкретно, наедине со зрителем, а все-таки онлайн тоже для... Это абсолютно имеет право быть, но это какая-то уже будет еще одна история, тоже интересная. А то, что пандемия стимулировала эти поиски, это хорошо, я считаю. Спасибо, Денис. Я вижу рука у Оксаны Бутюк. Поскольку я знаю Оксану, я представлю Оксана, режиссер, художественный руководитель детской театральной школы с нами. Пожалуйста, вас слышно? Да, всем добрый вечер. Ну, я занимаюсь детским театром, ну вот, поэтому единственное, что мы придумали, как вообще прожить и не потеряться до сентября месяца. Мы вот в конце мая попытаемся выйти на улицу с детьми, начать репетировать на улице и попробовать в июле показать зрителям уличный спектакль. Вот, ну, тут просто спрашивали, кто что придумал, какие формы. Вот пока мы придумали, как до сентября. Как быть дальше вообще с детским театром? Потому что для детей очень важна вот эта обратная связь, которую они получают от зрителей. Поэтому, не знаю, пока сложно, пока ничего не придумали. Может быть, я очень надеюсь на сегодняшний разговор. Может быть, что-то, какие-то мысли появятся и в отношении детского театра тоже. Спасибо. Что-то родится. Что-то родится в голове. Спасибо, Оксана. Я вижу в чате вопрос от Оли к Оксане Гайко. Скорее всего. Вопрос. Над чем КХ работает сейчас? Оксана, я тебя включаю. Над чем КХ работает? Над чем мы работаем? Над чем КХ работает сейчас? КХ много над чем работает. Я должна сказать, что, ну, там, не знаю, похвалить себя или как, что мы достаточно вообще быстро адаптировались к ситуации. Это было, да, довольно стрессово. И как-то, ну, я поражаюсь вообще, что меня там в ленте пишут люди, которые сидят на карантине. Они там спят по 12 часов. Они там, что там происходит у них, котики там, я не знаю, дома. Потому что мы впахиваем просто, больше стало работы гораздо с переходом в онлайн. То есть, если говорить о театре, потому что у нас же не только театр наше направление, у нас еще галерея, у нас еще культурные события в пространстве. Если говорить о театре, то есть, ну, в онлайн мы перешли тем, что выкладываем сейчас, пока еще, пока они есть, старые спектакли. Да, то, о чем говорил Андрей Москвин, мы столкнулись с тем, что, конечно же, не очень хорошие записи. У нас не было тогда денег на документацию. Просто, ну, и мы их записывали, как придется. Кто-то камеру убрал там из друзей и писал, в общем. Вот, где-то лучше, где-то хуже, последние спектакли лучше. Какие-то давние, все это выглядит не очень хорошо. Тем не менее, мы это выложили, зрители у этого были и есть. Это выложено в интернете сейчас и каждую неделю фактически выкладывается. До начала пандемии мы у нас шли в КХ репетиции форум-спектакля с моей актерской студией. Ребята, которые когда-то приходили в студию, учились у меня пять месяцев. И продолжаем мы с ними работать над разными проектами. Это взрослые люди разного возраста. И это был такой подготовка спектакля к форуму по биоэтике, который должен был быть в Минске в апреле. То есть в апреле мы должны были показать спектакль. Тема была выбрана «Суррогатное материнство», биоэтика и «Суррогатное материнство». То есть мы писали пьесы, мы писали диалоги, то есть сцены. И форум-театр — это как раз такая форма, что это когда зритель выходит на сцену и может изменить ситуацию, вставая на место кого-то из актеров. И, собственно, вот с форум-театром сейчас произошло такое, что да, мы онлайн репетируем, но очень тяжело, и я пока не знаю, как мы это покажем, потому что форум перенесли на июнь, но очевидно, что его тоже не будет. Как сделать форум-театр, или по-другому называется «Театр угнетённых», вот как это сделать онлайн, я не очень пока представляю. Вот. И другой проект, спектакль «Ты всегда будешь деткой», достаточно как бы традиционной театральной форме, которая сейчас делается, в котором я сама писала текст с помощью драматурга Лёхи Чиканоса. Вот. Такой очень женский, такой феминистский будет, в разных ипостасях женщины. Мы вот этот спектакль, мы продолжаем репетировать, потому что там всего две актрисы, я и Света, которая ведёт сегодняшнюю встречу. Да. Вот. Мы встречаемся для этого, да. Мы все пересели на велики, мы перемещаемся в КХ, и мы репетируем это. Над этим работа идёт. Но, опять-таки, я не понимаю, когда мы это можем показать, вот, к какому времени это всё готовить. То есть, ну, как это, Оля, мы уже обсуждали, будущее отменили, да, отменили его для всех, вот, и что делать с этим, не знаю. Вот. У меня тоже здесь, я вижу два каких-то таких подхода, да, два пути. То есть, если признавать, что всё, это вот всё навсегда, то, наверное, надо идти в онлайн вообще и как-то адаптироваться и действовать там. А если считать, что нет, оно всё когда-то закончится, рано или поздно, то мы можем вернуться к тому театру, к которому мы привыкли. И вот, может быть, я думаю, дуально, это ошибочное мнение такое. Может, у вас есть что сказать? Андрей вижу, да, сейчас Андрей. Очень хороший момент, чтобы, вот, как бы моя мысль. Я вспомнил, когда в 90-е годы, когда образовался фестиваль Любимовка, потом который переверёз в новую драму, он происходил под Москвой в имении-усадьбе Любимовка Станиславского. И там Лена Гремина собрала, Мария Михайлова и ещё несколько человек собрали молодых актёров, которые были невостребованы. Если вы ещё очень молодые, вот, я помню, что в 90-е годы, когда был кризис вообще, как бы, распад Советского Союза, в 91-е, в 2-е, в 3-е, много актёров оказалось вообще невостребованными. Театры были полупустые. В Москве, помню, я в это время можно было ходить, я смотрел бесконечно, как какие-то спектакли Виктюка, который тогда, как бы, вообще был таким шедевральным его, как бы, работой, которые включали музыку, пластику и так далее. Вот Максакова можно было увидеть каждый вечер и так далее. Вот, и они собрали вокруг себя молодых актёров, и они с огромным удовольствием вошли в это, потому что благодаря новой драматургии, этим читкам, которые они устраивали летом, они продолжали где-то 3 недели, было открыто много новых имён, именно молодых актёрских. К чему я это говорю? Я думаю, что эта ситуация пандемии позволит, может быть, в основном молодым, но, может быть, и среднее поколение, действительно по-другому начать думать и существовать в пространстве спектакля, медийного пространства, интернета и так далее. И это, во-первых. Во-вторых, появятся молодые люди, которые не обязательно по образованию режиссёра театра, кино и так далее, которые пришли просто непонятно откуда, взяли в камеру в рук, и вдруг начинают делать какие-то чудеса, или сели за компьютер, начинают, как бы, такие чудеса творить, используя компьютер так, как это действительно все возможности. Я думаю, что мы, наверное, мне кажется, как я говорю о себе, наверное, может быть, только 5% знают того, что есть в компьютере. Я всегда его боялся. Мне он был, мне был нужен. И только сейчас, как бы, с этой ситуацией я сам научился записывать фильмы. На Ютьюбе у меня уже есть свой, как бы, свой, как бы, вот, свое место. Да, я уже 4 фильма там, на одном канале, на другом канале 2 фильма. И вдруг я понял, что для меня открылись какие-то огромные возможности. То есть я думаю, что для других молодых людей, которые войдут из других профессий, появятся какие-то громадные, только их нужно каким-то образом, вот, как бы, слить людьми театр. Спасибо. Да. Я вижу Оля, Оля, а потом Оксана. Хорошо? Или давайте, да, просто Оля писала. Оля, пожалуйста. Да, я просто, вот, продолжение этой темы, что можно сейчас делать. Ну, у меня, например, вот, последнюю неделю какая-то такая потребность в искусстве появилась, да, в коротких высказываниях, арт-высказываниях, может быть, театральных, потому что, ну, в принципе, ну, вот я на самоизоляции, она, конечно, не такая в Беларуси, как в Польше, к примеру, но тем не менее, да, мы онлайн преподаем, и уже вот с 15 марта, и до этого я как-то там читала, преподавала, там, уставала, но, в принципе, эта текстуальная реальность меня удовлетворяла. Ну, вот, последнюю неделю вдруг мне захотелось, ну, вот, театральных, не знаю, вот таких перформативных высказываний, но хочется, чтобы они были про ситуацию, мне хочется какой-то такой вот символической, перформативной, такого диалога, что ли, и хочется, чтобы белорусские там авторы высказывали. Возможно ли это? Делать какие-то такие короткие, театральные, ну, вот и Валю Мороз, интересно спросить, и других, может быть, не постановки, а вот, я помню, вот, наша лаборатория социального театра делала такие чихи, это когда-то было там в марте, это было здорово, вот, такая перекличка чихов, была такая рефлексия на ситуацию, и вот таких вот простых рефлексов, рефлексий сейчас не хватает, ну, чтобы они были телесные, эмоциональные, да, не текстовые, а вот хочется такого отклика. Ну, может быть, это только мой случай, ну, возможно ли это? Валентина, не хотите ли рассказать про то, какие это были чихи, да, я вас сейчас включу, нет, нет, не готовы? Нет, или готовы? Готовы, готовы, хорошо, только я напоминаю, что мы говорим медленно, нас переводят на жестовый язык. А, Оксана еще, помню, помню, Оксана. Ну, собственно, Оля, действительно мы записали такое небольшое видео, это было в связи с Международным днем театра 27 марта, и мы решили, что какое-то свое поздравление мы должны были сделать, ну, и вот как-то тогда еще, в общем, было смешно по поводу того, что происходит сейчас. Действительно получилось, по-моему, забавное такое видео. Ну, а что касается какой-то реакции, может быть, я не совсем отвечаю на тот запрос, который вот Оля сейчас делала, мы как раз тоже, вот Оксана говорит о том, что времени нет, у нас тоже жизнь продолжается, и мы, я решила, что нам надо поучаствовать в лаборатории ReadyMate, получить новый опыт, и попытаться поработать с Тони Слободчиковой, которая является ярким представителем современного искусства, и как раз вот отрефлексировать по поводу того, что сейчас происходит с нами, как мы ощущаем вот нынешнюю реальность, и придумываем сейчас вот какой-то небольшой проект, который мы надеемся покажем зрителям уже в конце июля. И это тоже новый опыт, потому что мы не работали с нетеатральными художниками, и для Тони это новый опыт, потому что она не работала в театре. Во всяком случае, это очень увлекательно, как оказывается. И мне казалось, что будет тяжело, потому что все-таки вот эта тревожность, которая разлита в воздухе, мы так или иначе ее ощущаем, и это, конечно, все-таки забирает у нас какое-то количество энергии. Но тем не менее, я могу сказать, что когда есть настоящее, вот какое-то творческое, да, вот такое дело, которое всех объединяет, как-то это все, ну, как-то это все переплавляется действительно, и энергия возвращается, и хорошо думается. Ну, во всяком случае, я говорю, что вот я поддерживаю Оксану, я понимаю, что это очень продуктивное время, и для набирания информации, вот я видела, Ксения написала, что для нее это Академия, сейчас возможность увидеть большое количество спектаклей, которые мы никогда бы не увидели. Ну, например, Театр Трефон, это прекрасно, один из самых интересных европейских фестивалей в Берлине, на которые доехать достаточно сложно, и они нам всем сделали невероятный подарок. Они из десяти конкурсных спектаклей этого года, причем новых спектаклей, выложили шесть спектаклей в общий доступ. И я прекрасно понимаю, что я бы, например, не увидела, потому что сложно доехать до Берлина. И это, конечно, для нас, людей, которые занимаются театром, это, конечно, Академия, это возможность увидеть то, что происходит в мировом театре, и как-то это, наверное, переосмыслить, как-то это присвоить. Что касается технологий, я согласна с Оксаной, театр давно уже использует технологии. Если мы говорим просто о видео, о еще каких-то возможностях, что касается вообще нового какого-то, новой модели театра, то посмотрим, я не знаю, возможно. Возможно, это возможно, я не знаю. Пока мы накапливаем, пока мы смотрим вокруг, пока мы набираем этот опыт. Ну вот, собственно, все, что я хотела сказать. Пока. Спасибо. Спасибо, Валентина. Я вспомнила, что я забыла, обещала Оксана Гайко тебе передать слово, потому что... Ну, я и так много говорю, но просто хотела... Вот Оксана как-то начала про детей, и, кажется, это очень грустно прозвучало, потому что, если мы говорим там про театр просто, там государственный, негосударственный, неважно, с детьми уже сложнее, да? Тут уже даже не сами дети определяют, как все происходит, а их родители. С ними всегда в этом плане было сложно. Дети, да, аудитория... Не то, что аудитория, а участники спектакля специфические, но я еще хотела про других... про других людей сказать. Вот здесь Настя Дяшева присутствует, и я не договорила, про что еще КХ происходило до пандемии, и что прекратилось. Это репетиции театральной студии людей с психоневрологическими диагнозами. То есть это такой наш совместно с клубным домом Брестским проект, они репетируют у нас на площадке. Настя училась в моей студии тоже, и она вот преподает студии у этих людей, там люди с разными диагнозами, они показывали спектакли в КХ тоже, и работа, конечно же, прекратилась еще в марте, и тоже, я как поняла, ни о каком онлайне речи не идет, потому что там люди просто... ну, так... выходит так, что не обладают такими умениями, чтобы онлайн как-то продолжать репетировать, насколько я от Насти поняла. Может быть, Настя что-то скажет, что происходит. Театр... фестиваль особых театров, которые происходят в мае в Бресте всегда, тоже отменен, то есть фестиваль, где обычно выступают и приезжают. Протоптанный шляхт. Я сказала как? Я что-то ошиблась названием. я просто говорю название. Да. Не протоптанный путь. Это я для Эммы повторяю, да? Я вспомнил. Вот. И просто, да, может быть, Настя что-то скажет, потому что для этих людей там и вовсе как-то все стало, и о никаких технологических, каких-то там... Ну, к сожалению, нету возможности у Насти говорить, она пишет это в чате. Да? Да. Настя с детьми, вероятно. Ну, вот просто я хотела тогда как-то все-таки это проговорить, потому что, да, для нас вызов. Мы беремся, мы осваиваем зумы, мы осваиваем какие-то технологии. Завтра, возможно, вообще прорыв какой-то там случится в онлайн-театре, но вот какие-то люди, люди, которым помогал театр, помогало актерское мастерство, в том числе бороться со своей болезнью, вот сегодня оказались в ситуации совершенно неприятной, нехорошей, и закрытой дома тоже. Да, пишет Настя, что студия остановила свою работу. Да, увы, увы, и технологии — это тоже преграда, это тоже то, что может делать кого-то исключенным. Даже людей в возрасте, о которых мы заботимся особенно усиленно сейчас, тоже оказываются оторванными с одной стороны интернет нас уравнивает, вроде бы как, с другой стороны получается, что наоборот каких-то ситуаций. Да. Настя пишет нам здесь, может быть, просто зачитать, раз она... Многие мои артисты, к сожалению, не обладают даже необходимым оборудованием. Спасибо, Алексей, что были с нами. Может быть, Алексей напоследок что-то может иметь сказать перед уходом от нас. Перед уходом. Леша, может быть, что-то скажешь нам, пару слов? Я только поблагодарю за разговор, мне было очень приятно со всеми увидеться, с Андреем, с Денисом, и вы, ребята из Крылого Холопа, делаете просто гениальную работу. Ольга, здравствуйте. Всем-всем-всем здравствуйте. Я со своей стороны скажу, что мне, с одной стороны, опять-таки, я могу просто повторить то, что уже сказано. Огромные возможности, новые возможности открываются вот благодаря этой ситуации. Но, с другой стороны, я не могу не признать, что эмоционально все это очень тяжело переживается, и не только из-за невозможности работать на полную мощность на 100%. Но мне кажется, что как раз про такие эмоционально тяжелые вещи есть искусство. И я, как ридер Любимовки, могу сказать, что уже 5 пьес, мне кажется, про коронавирус я прочитал. И мне очень интересно, очень интересно, что будет дальше. Дальше, наверное, будет что-то интересное. Класс. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. Вот, оказывается, да, ну, конечно, да, больные моменты, то, что болит, и оно отзывается и вызывает у нас творческий луч. А еще можно я, или кто-то, может быть, хочет сказать, что мне тут, мне тут, меня слышно? Да, Оксана, слышно, говори. Я тут, сегодня, сегодня к 9 мая я выкладывала, так, обновляла информацию о Брест Торис Гайд, кто не знает. Это аудиоспектакль, мобильное приложение в телефоне, вы в наушниках идете по городу и слушаете историю брестских евреев, уничтоженных, уничтоженных во время Второй мировой войны, о Холокосте в Бресте. Я писала об этом и думала, что, слышала просто такой отзыв, что сейчас настолько тяжелое время, никому нелегко, кому-то, кому-то вообще нелегко, и все хотят веселого, легкого такого контента, и это абсолютно понятно, то есть, и, да, наверное, это во вчерашней беседе было, в которую я смотрела вот Давыдова и Могучего, по-моему, и что вот эти вот такие сложные спектакли с такими провокативными темами, типа, они классные, когда все хорошо, особенно в западных, да, там, сообществах, там вот они действуют, там они провоцируют и так далее, когда все тихо, красиво, мирно, богато и хорошо, а вот в такое время, то вроде бы хочется легкости и радости, и я вот сегодня про мертвых евреев, наших выкладывала и думала, вот интересно, кто-нибудь пойдет это слушать вообще, предлагала там это сделать ночью, либо ранним утром, то можно сделать в одиночестве, чтобы не идти в крепость, чтобы не идти на парад, да, такое альтернатива отпраздновать 9 мая в каком-то таком относительно изолированном состоянии, вот может быть, кто-то из вас скажет про вот эту, про это что-то, про свои ощущения, про ощущения чего, про ощущения хочется вот легкого, простого, веселого, или как вообще, вот, вот что, о чем, вот пьесы про коронавирус, просто упомянул Алексей, вот, хочется читать про коронавирус, или все-таки лучше, я не знаю, Афенбаха, какой-нибудь там оперы смотреть, я не знаю, легкие, прекрасные, скажите что-нибудь. Андрей, пожалуйста, сейчас включаю. Я не знаю, мои ощущения, потому что, когда начался коронавирус, я сразу погрузился в какую-то научную работу, и за это время очень много сделал, за это полтора месяца я там закончил какие-то статьи, которые начал раньше, как бы, ну, и поэтому для меня это было какое-то счастье, но одновременно это было очень тяжело, потому что я, как только стали говорить всякие разные фейсбуки, а поскольку у меня знакомые по всему миру, то я практически до сегодняшнего дня все время читаю новое сообщение о том, что кто-то из моих там знакомых заразился, и как мне это тяжело, Оля Погодина, Мухина, вот последняя, да, Оля, поэтому для меня это очень тяжело, я это очень тяжело переживаю, потому что я сам боюсь, потому что я в группе риска, у меня давление, и поэтому я понимаю, что если это будет со мной, то это будет смерть просто, как бы, да, вот, и понимаешь, что этот вирус может прийти, как бы, в любой момент, и поэтому это все очень тяжело психологически, поэтому я стараюсь через работу, через творчество, как-то себя успокоить, и как бы уйти от всех этих проблем, которые есть, вот, но первое время, конечно, было очень тяжело, потому что это было, как бы, внезапно, это было, тем более, что я приехал из Испании, где только все это началось, пустой Мадрид, у меня были три лекции в разных университетах, вот, Марбея, Гренада, и я не мог представить, что это случится, как бы, эта катастрофа, что все закрывается, я уезжаю, приезжаю в солнечную, красивую Испанию, а уезжаю из пустого Мадрида, где люди боятся друг другу, где вообще, как бы, все закрыто, как бы, это вообще, вот, поэтому я думаю, что очень тяжело, и, наверное, будет еще очень много тяжелых моментов, потому что я пытаюсь там выяснить, как в разных странах к этому готовиться, во Франции компьютерщики, например, получили задание разработывать программу выхода из кризиса на протяжении года, что только в июне следующего года с первого будет более-менее, как бы, все спокойно, поэтому, когда я слышу, что кто-то бы, вот, сегодня сказал, что он будет выступать с детьми на площади в июне, то у меня просто, вот, дрожь, и мне страх за людей, потому что, мне кажется, по крайней мере, до осени нужно все, как бы, приостановить, все контакты, у нас в Варшаве приостановлены все, как бы, до сентября, все встречи, все, как бы, конференции и так далее, летние школы и так далее, то есть мы, и плюс, когда ты понимаешь, что нам могут не выплатить какие-то деньги или половину зарплаты, потому что начнется экономический кризис, то есть мы к этому еще тоже должны готовы, то есть мне кажется, мы все должны, как бы, вот этот вот сейчас немножко отступило, мне стало проще, я готовлю себя к тому, что, может быть, уже, как бы, другие сложности, но другого плана, другого типа, и мне кажется, вот нам нужно, как бы, вот обо всем этом тоже думать и что-то такое, вот, говорить. Спасибо. Спасибо, Андрей. Я немножко хотела бы изменить русло, немножко, чуть-чуть от театра в сторону, потому что я вижу с нами нашего коллегу Сергея Гайко из Варшавы, который сейчас работает в индустрии производства сериалов кино, но, возможно, Сергей, пару слов от, с той стороны, как выглядит вообще, как у вашей актеры там, в вашей сфере. Привет. Слышно, да? Да, прекрасно слышно. С этим руководит. Слушай, но я, наверное, все же еще пару слов хочу сказать, наверное, о театре. Давай. В плане того, что мне кажется, что театры технологические, как и люди, в общем-то, не совсем были готовы к тому, что все это произойдет так быстро. Но мы там говорим о новых технологиях, которые, по-моему, очень сильно недоступны для большого круга людей, да? И в том числе для театра. То есть, если, как бы, мы в театре долго боролись за то, чтобы пробить четвертую стену, да, там, и выйти за, как бы, из этих трех, то, по-моему, сейчас получается, что наоборот, театр зашел в эти три стены, и у нас осталось только вот этот вот экран, через который мы можем друг друга видеть и, как бы, пробиться нет шансов. То есть, наверное, пока не станет доступна вот эта вот там 3D-технология, когда мы там сможем, находясь у себя дома, ощущать и видеть там все вокруг, как бы, ну, странно говорить о чем-то больше, чем там док-театр. Ну, и для меня всегда, когда ты смотришь, ну, да, большое спасибо Оксане, что за эту вот ее деятельность в Телеграм-канале, ну, когда ты смотришь спектакль в видео спектакля, это никогда не передает тех ощущений, которые ты получаешь в зале, да, то есть, эти эмоции вплоть до шелестения этими чипсами, ну, то есть, это все часть спектакля, да, ну, как бы, и свет, весь, все это очень трудно передать, ну, хотя, это, конечно, подталкивает очень сильно, я думаю, театр к тому, чтобы, к чему-то новому, то есть, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, и, наверное, это будет какой-то всплеск док-театра потом, потому что, не знаю, я там общаюсь с какими-то врачами из, вот, кстати, Бреста, и мне кажется, что если эти люди будут просто хотя бы вести дневник того, что там происходит, ну, это будет просто какая-то бомба потом, ну, и вообще, в записке этих людей о том, как они живут, как они... Этих людей, это уточни кого? Это... Врачей, врачей. О, им бы время вообще на работу сейчас найти. Ну, слушай, есть диктофоны, да, то есть, как бы, можно, да, и даже я, когда читаешь статьи этих людей, которые там лечились, или, ну, то есть, все равно там какие-то переживания. Ну, и это же везде по-разному, да, то есть там, мне кажется, это будет какой-то просто праздник в плане Догтеатра и всех этих историй. Ты слышишь, сколько уже пьес написано про коронавирус? Ну, четыре. Нет, так это пьесы, а это когда мы узнаем... Вообще, мы же не знаем толком, что происходит на самом деле, да, и когда мы узнаем что-то, что происходит из первых уст, ну, от самих этих врачей, причем это было совершенно разные истории, мне кажется. Ну, это будет очень интересно, учитывая, что все скрывается и везде почти. Ну, а в плане какой-то киноиндустрии все замерло, хотя нет, я могу сказать, что в период, когда все замерли, один режиссер не переставал снимать, и как бы это вызывало там очень много негодования в основном, ну, хотя если люди согласны, как бы все же взрослые, но нет. Вот, и сейчас это все сводится лишь к тому, что будут сниматься рекламы в основном, короткие продукции, которые будут возможно снимать в закрытых помещениях, то есть в салах. Как бы очень тяжело будет с кино с большим количеством статистов и актеров, потому что нет никакого протокола безопасности, нет отработанной технологии, и, в общем-то, все сейчас работают над тем, чтобы это каким-то образом создать, чтобы все чувствовали себя более-менее комфортно и защищенно на плане фильмов. Понятно. Ну, не всем, у нас переводчица, в плане, да. Но кино, оно работает для этого экрана, и преимущество его, то, что оно вот для этого плоского, а не для объемного, как мы в театре работаем. Совершенно верно, но для того, чтобы создать это плоское, как бы, необходима работа, работа, как минимум, там, 40-70 человек за камерой, да, и плюс, как бы, актеры и, там, статисты и так далее, и так далее, да, плюс подготовительная работа, стройка, то есть, ну, в этом процессе участвует какое-то неимоверное количество людей, которые все хотят чувствовать себя, как бы, там, безопасно, и они в любом случае друг с другом взаимодействуют. То есть, пока идет такой вот очень плотный разговор о том, как вообще этот весь процесс наладить. До этого как бы, все стоит. Спасибо, понятно, Сергей, спасибо, да. Про кино, да, мы про кино тоже тут как-то все переживали, думали, что же будет с кино, наше кино, а кто нам его снимет, а фестивали все закрылись, да, и я там тоже в этом телеграм-канале своем выкладывала информацию, что сейчас, ой, онлайн будет кинофестиваль, куда вольются очень многие фестивали, венецианские, по-моему, и канцкие, будут показывать фильмы, которые успели выйти, Сергей абсолютно прав, что, да, если мы, Света, можем с тобой вдвоем репетировать там на свой страх и риск, ну, мы общаемся, да, и тут, ну, риск минимальный, скажем, а то тут задействовано много людей. Я еще хотела сказать, что вот эти наши пандемические разговоры, они задумывались, это только первая беседа, а задумывались они, чтобы мы могли пригласить специалистов из разных сфер. Кино было одной из, что вот что происходит в кино, как это выглядит, что будет завтра с кино, то есть надеюсь, что Света мы пригласим, там у нас есть тоже какие-то знакомые люди из сферы кино, или незнакомые, в общем, да, сделаем по этому поводу, надеюсь, тоже встречу. вот, все. Спасибо, Оксана. Я бы сейчас хотела, я смотрю на время, я за ним строго слежу, скажите, может быть, какие-то последние реплики, мысли, вдруг что-то у кого-то родилось в голове и хотелось бы поделиться, вот, потому что пока я понимаю, что перед нами вызовы, вызовы серьезные, технологии, осваивание нового, и да, и плюсы, и минусы мы все видим в происходящем, но вдруг еще что-то, какие-то пару слов. Андрей, может быть, вам предоставить слово, как что-то на последний момент. Мне очень как бы это близка идея слова Оли, которая сказала, что действительно этот опыт, который мы сейчас как бы получили на протяжении этих двух месяцев, он, в принципе, сводится к тому, что вот эта краткая форма, у меня тоже возникла потребность в краткой форме. Я понимаю, что вот эти длинные лекции, как бы, которые полуторачасовые, они, мне кажется, уже утомительные и преподаватели для студентов, но мы это не изменим, это как бы, это невозможно, но я уже начинаю думать о том, как мне по-другому совершенно преподавать, как мне читать лекции, вести семинары, как мне делить вот это, как бы, полуторачасовое мое занятие на какие-то мелкие сегменты и как по-другому. Вот это единственный опыт, который вот очень позитивный, который я сам для себя и влёк из того, что вы говорите, да, и из того, что я переживаю в данный момент, потому что очень активно я собираюсь действовать с первого октября. У меня уже специалисты из постсоветских республик, Таджикистан, Узбекистан, мы будем заниматься исследованием национальных театров, будем встречаться уже как бы через скайп, так что вот какие-то вещи я уже хочу пробировать. Спасибо. Спасибо большое. Что же, я бы хотела всех поблагодарить за сегодняшнюю встречу, мы будем продолжать... Подожди, может у кого-то ещё всё-таки напоследок что-то есть по пару слов? Ну, я уже, мне кажется, дала, или ещё, ещё пару слов, Оксана. Нет, я не прошу слова, мне кажется, может быть, кто-то что-то ещё добавит, что пока мы не закрыли этот чат, Я хотела коротенько сказать... Слышно меня? Оля, слышно, да. По поводу вот этих коротких высказываний, которые, ну, не знаю, вот я себе представляю, что театры, театральные группы могли бы делать, и мы говорили о том, что людям хочется чего-то весёлого, но мне кажется, что не обязательно, то есть не обязательно на одном полюсе весёлое, на другом полюсе трагическое. мне кажется, что нам нужно то, что находится в середине, то, что нам рассказывает об эмоциях, например, ну и каких-то, может быть, грустных и переживаниях, но которые мы переживаем, потому что мы вместе, например, да, которыми мы учимся делиться, да, или, ну, я не знаю, какая-то, когда в Италии был этот пик, сколько было шуток, вспомните, мы тоже обменивались ими, и они, в принципе, нас поддерживали, ну, то есть, мне кажется, что вот изобретение ещё формы, как говорить о сложном опыте, да, о болезненном опыте, но как об этом всё-таки говорить, да, как это телесно очень важно это выражать, да, писать тексты, читать хорошо, но когда мы видим, как делятся эмоциями, да, как этот опыт превращается в перформативное высказывание, мне кажется, от этого очень большой импульс, вот я очень часто смотрю, как люди там танцуют, да, причём очень коротко, вот они там танцуют две минуты просто у себя дома, потому что они ходят в театральную студию, вот, как они переживают свою повседневность, и я не скажу, что это для смеха, вот они преодолевают как-то те трудности, с которыми столкнулись, и видно, да, что им тяжело, они преодолевают, но они находят способ преодоления, да, и, ну, вот что-то такое хочется видеть, и мне кажется, что, ну, может, это возможно делать. Может и возможно, да. Спасибо, Оля, за оптимистическую ноту, потому я и хотела, чтобы кто-нибудь ещё взял слово. я скажу уже. Ага, и как-то так, чтобы какое-то завершение прозвучало такое у нас, да. Давай, Денис, ага. Ну, я хочу сказать, что вот, сказать спасибо Свету Оксану, что вы сделали эту встречу, действительно, мне было очень интересно, и это вот один из, так скажем, плодов этой негативной ситуации, позитивной, что мы встретились с такой широкой, да, компанией, разные люди, разных профессий, разных интересов, и нас объединила, да, эта история, поэтому я хотелось бы, чтобы вот этот импульс общения, он сохранился, и когда это всё закончилось, наши встречи были, вот, почаще, поэтому, спасибо вам, до встречи, друзья. Виталий просит ещё пару слов, Виталий, режиссёр из Украины, и я вам даю слово, да, пожалуйста. Если там времени нет, тогда я буквально, ну, мне кажется, всем здравствуйте, мне кажется, что мы зря спорим о том, будет театр, не будет театра, естественно, будет, он то выходит с стен, то заходит под своды, и это нормально, и я думаю, что нам никогда не заменит живое общение и эффект присутствия атмосферы, климат, который создаётся в театре, когда-то говорили, что кино нам подменит театр, и мы увидели, что кино как раз снова пытается вернуться к истокам театра, где создавая систему там звука Dolby или 3D, чтобы зритель в кино мог себя почувствовать участливым, присутствующим в том. И, если говорить, скорее всего, коронавирус позволит открыть новые темы, которые злободневны для общества современного, независимо от страны, потому что, в первую очередь, то, что вот Ксения сказала вначале, мы все уравнялись, мы летим в одном самолёте, независимо от места и классности билетов. И, скорее всего, и в драматургии, и в театре, и кино будут оперировать проблематикой человека на фоне, так как и вот сейчас в преддверии юбилея, окончания Второй мировой войны, мы тоже говорим не о войне, мы говорим о тех моментах, которые человек переживает на фоне любого катаклизма. Фильм «Титаника» — это фильм не о «Титанике», и это о людях, также и здесь мы будем, и с другой стороны, да, помидор вкусный, свежий, и спорить, что свежий лучше, и консервированный, или консервированный, это, мне кажется, глупо, это давно как бы истина уже, не стоит тут копья ломать, да, потому что в данном случае театры, скорее всего, будут использовать технологии, которые коронавирус позволит в IT-технологиях каких-то, да, приобрести, будет это использовать у себя. С другой стороны, мне бы хотелось, так как я занимаюсь еще особым театром, доступности театра, инклюжен, который, да, я думаю, что возникнут некие технологии, люди, которые в силу своих каких-то физических возможностей не могут присутствовать в живом театре, они смогут его, насколько это возможно ощутить, не кино, а именно театр, тут и сейчас, не консервированный продукт, то, что Ольга говорила об образовании, да, вот, я тоже вот сейчас в онлайне сижу с студентами, у меня сейчас выпускается шесть режиссеров, и они должны защищать дипломы, и как вот онлайн, и это тоже есть проблема, потому что учить режиссури, не глядя в глаза, это как бы где-то в интернете гуляла такая два воробушек и соловей сидит и спрашивает, а почему соловей поет, а воробушек чирикает, ну, потому что он онлайн закончен консерваторию, вот, наверное, это тоже нас никогда не заменит, но какие-то вещи должны быть, и то, что вот коллега говорил с Варшавы, да, на самом деле я встречаюсь с такими проблемами, когда мои коллеги приходят и просто заполняют время студентов эту пару, и, простите, доходят до того, что они открывают лэптоп, открывают Википедию и начинают читать оттуда, чтобы студенты разрабатывали руки, это колоссальный бред вообще, ну, технологии и потребность современного образования совсем иная, да, какие-то вещи нас организовывают, а какие-то вещи уже совсем не применимы в этом плане, и, наверное, какие-то театральные формы, то, что вот с форумом или скорее плейбэк театру мог бы быть вот очень как раз актуальны в онлайн режиме, потому что рассказывая свою злободневную историю и тут же вот так отыгрывая, да, например, мою же историю бы каждый бы чего-то внес, да, в форме плейбэка, наверное, это было бы интересно. Поэтому я думаю, что ничего нам не заменит, единственное, я радуюсь этому коронавирусу условно, да, что он позволяет на самом деле вот так встречаться, образовываться и что он позволит внести в нашу профессию новые технологии, где мы более будем использовать новые технологии, чтобы театр был ярче, доступнее, интересней и вот именно вот такой притягательный современный, чтобы не было нафталина, которым тешатся люди проглядывая старые спектакли, которые по динамике современного мира слабодневности, они не несут в себе вот того смысла. Да, мы можем говорить о находках режиссера, мы можем говорить о каких-то приспособлениях актерских возникают, гениальности актеров, но катарсисы, которые возникают в современном человеке, мне кажется, это уже не возникнет и как раз чтобы кастарсис наступил, вот это, да, как по Аристотелю, наверное, мы должны держать на пульсе и в том числе использовать технологии, но не под меня. Спасибо, простите, долго, наверное, занято. Спасибо большое, ну, да, так всегда хочется успеть прыгнуть. Спасибо, Виталий, большое. Мне интересно узнать о жизни вообще театральной, в частности в Брест, потому что Брест для меня один из гегемонов, благодаря Белой Веже и то, что происходит. да. И людей, которые я знаю с Брестщины, которые занимаются не только локально, то есть спасибо огромное. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. Да, я уже все, завершаем, мы уже вне времени, и спасибо вам огромное, я очень благодарю вас всех, сердечки, и Эмма, огромное тебе спасибо, может, научи нас, научи нас, Эмма, пожалуйста, как сказать спасибо языком жестов, и мы друг другу поблагодарим. лоб и борода, вот, лоб и борода, это спасибо на языке жестов, то, что близко к театру, и благодарю всех, и следите за нами, рада была видеть, и всего вам, всего хорошего, берегите себя. спасибо большое всем. Спасибо. И до новых встреч, у нас грядут новые разговоры, приходите на другие темы, всегда всех ждем, и отдельное спасибо Эмме. Спасибо.